новая великая депрессия и предстоящий brexit как исторический циклизм дмитрий жук статья на конте за 25 октября 2019 года а не замахнуться ли мне именно так нужно воспринять мою попытку разобраться в вопросе уже два года не дающего покоя почему так рьяно и с таким напором лондон стремиться разорвать все связи с европой почему невзирая на колоссальные потери финансово-экономической сферах возможный раскол самой британии истеблишмент этой страны тянет ее в объявленный brexit любой ценой сколько не слушал громких людей сколько не читал статей и аналитики по данному вопросу так до сих пор и не уловил основной глубинной причины зачем наблюдая дрязги самой британии вокруг выхода из ес это как сами жители плавают в ответах как раскололось общество на две практически разные равные стороны сторонников и противников правительства даже перед своими жителями не совсем честно и не раскрывает всей сути этого исторического шага все озвучиваемые причины лондоном наивны и не тянут на веские доводы все те разногласия спокойно решаются на уровне договоров которые по сути представляют собой обоюдные компромиссы тем более странной выглядит сегодня фраза джорджа микеша из его книги как быть иностранцем торговаться отвратительная привычка заключать компромисс одна из высочайших человеческих добродетелей разница между ними состоит в том что торгуются на континенте а в великобритании заключают компромисс который стараются прикрыться стараясь не отвечать на вопрос если посмотреть на историю появления европейского союза роль лондона в его появлении в сегодняшнем виде и стремление британии в него вступить трижды то от сегодняшних баталий с разводом недоумения вас тоже не отпустят тем более что-то неполное интегрирование во все структуры ес неполноценное членство не мешало лондону влиять на европу в целом кто будет спорить с тем фактом что лондон имел мощные рычаги для решения любых вопросах в вопросах возникающих на континентальной части лондон учитывал во все участвовал во всем в расширении ес на восток сам ратовал за принятие новых членов из числа стран бывшего советского лагеря даже отстаивал права турции на членство довели на брюссель вместе с вашингтоном по вопросу ассоциации украины теперь первыми и рванули на выход почему вчера вот была дата начала великой депрессии начавшийся в сша в далеком 1933 году мне самому не интересна дата начала мне показателен год ее окончания 1939 год официальный год начала второй мировой войны когда сша стало хорошо европе стало плохо с кем тогда была в союзе британия да не с кем в принципе она балансировала и как принято говорить традиционно стремилась сохранять паритет сил на континенте попеременно поддерживать те или иные страны то есть извлекала свою выгоду от ситуации оставаясь вне конфликтов не более и не менее согласует свои действия только с вашингтоном считая советскую угрозу достаточно серьезной во второй половине 1930-х годов британское правительство чемберлина шло на уступки нацистской германии что вело к ее усилению в качестве противовеса ссср вершиной этой политики стала мюнхенское соглашение 1938 года при этом предполагалось что усиливавшаяся германия тем не менее останется под контролем великих держав и в первую очередь великобритании эпизод который характеризует политику лондона в целом вернемся в сегодняшний день мир снова на пороге повторения депрессии более глобальных масштабов история второй мировой войны переписывается буквально на коленке европа наводнена американской военной техникой милитаризована милитаризирована до критической массы договора имеющий мировую ценность сдерживания и сохранения паритета разрываются в одностороннем порядке англия торопится с выходом из ес чтобы политически иметь не связанные руки снова чтобы традиционно стремиться сохранять паритет сил на континенте попеременно поддерживать те или иные страны и быть над схваткой может быть так вполне умно ли об этом трубить нет конечно поэтому такие абсурдные претензии к брюсселью нелепые обвинения стремление закончить с выходом для внутреннего пользователя есть маленький довод в пользу подобных рассуждений первый срок объявленный о завершении brexit был назначен на 2017 год референдум по теме прошел 2015 в марте 2017 года европейский союз впервые получил заявку на выход может оказаться и притянутой за уши но даты как говорится совпадают и с этим трудно спорить постфактум чем еще так отметился 2017 год истерии в сми и убежденностью многих о том что в 2017 году россия развалится совпадение но вот срок прошел россия на месте цела и невредима лондон перестал горцевать приостановив скорости и не так торпедирует вопрос уже всячески оттягивая растягивая 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 во времени свой же разрыв с ес время терпит почему да все потому что новый срок очередного развала россии назначен уже на 2024 куда торопиться можно заняться привычным для политики лондона заключением компромиссов с брюсселем циник новая великая депрессия и предстоящий brexit как исторический циклизм